всем привет blender 2 91 и давайте попробуем в этом ролике сделать анимацию вот это вот как пианино так внизу у нас timeline здесь у нас именно косточки вставлены на клавиши давайте посмотрим как они выглядят выбираем косточки зайдем поставим via port display stick изменим на актохедрал вот этот и и вот так все кости здесь настроены вот такая штука центральная кость идет и к ней привязаны все вот эти косточки клавиш верху это черные внизу это белые все настроены на copy rotation так на пардон те лимит rotation так ограничение поворота вот лимит rotation и так начнем наверное вот эти с этих костей сначала нажимаем переходим опять же в другой вид stick выбираем какую-то косточку нажимаем так наверно сначала сделаем вот такую штуку вот эту закроем тройка на нампаде и закроем панель посмотрим как она закрыта вот вроде все нормально так теперь прописываем а и прокрут где-то на десятом кадре наверно или лучше на двадцатом чтобы замедлением все это дело было так 20 кадр попробуем теперь открыть это все дело тройка на нампаде и так он там дед выбираем опять же вот эту клавишу крышки р и открываем ее вот так вот до конца пишем а и блокнот ну а теперь немножко пауза и потом начинаем нажимать клавиши сорокового кадром начнем вот эту клавишу одну выберем нажмем ее а и блокнот следом наверно будем делать сорок пятый кадр а потом уже здесь подкорректируем сорок пятый теперь так пардоните все путаюсь пока первый раз это все дело делаю поднимаем клавишу и опускаем ну давайте вот эту вот эту черную так а и блок рот смотрим что получилось подобьемся немножко так это все открывается пошла первая клавиша 2 так 50 клавиша на 50 кадре теперь поднимаем вот эту косточку кверху и опускаем вот эту вот и блок рот следом на пятьдесят пятом кадре поднимаем так выбираем опять эту косточку р поднимаем ее нажимаем теперь ну давайте вот эти две не одну чтоб пальцами нормально потом это все дело можно было заанимировать первый раз все таки опять же эту косточку опустим и выберем по руке где-то наверно вот эту кость и блок рот следом на 60 кадре выбираем вот эту кость р назад и и вот эту косточку тоже р назад и и нажимаем теперь вот эту кость и вот эту и вниз и тут от два пальца и и и и лок рот отключаем видимость костей и смотрим что происходит вот клавиши нажимается опять же 65 кадр возвращаем все это дело назад и и вот эти тоже назад а вот эти теперь нажимаем клавишу дальние тоже какой-нибудь выберем и лок рот то главное возможно скачать даже какие-то уроки по музыке и где вот какую клавишу кто нажимает вид сверху там допустим так смотрим что произошло вот так возможно нужно было дальние выбрать еще дальше здесь вот клавиши ну давайте пока так так 70 кадр ставим теперь вот эти клавиши вот ехана лет возвращаем клавиши и назад что у нас тут еще нажата вот эта клавиша и перейдем ну к дальним каким-нибудь нажмем r и вот эту вот черную одну ну и здесь какие-нибудь выберем а и лок рот смотрим опять ну вроде нормально и так где-то до сотого кадра надо гнать так опять же выбираем вот эти клавиши r ставим все назад вот таким вот образом да ну и опять же выбираем вот эту r клавишу где-то под палец еще вот эту ну и дальние тоже r а и лок рот ну и чтоб не заморачиваться попробуем вот эти кадры теперь скопировать так shift d пока по простому варианту пойдем и еще вот так вот shift d вот так вот до 145 ставим 145 кадров ну и что так продолжительность в ходе пойдет и на 150 так 150 160 кадр давайте закроем вот эту всю штукенцию а и закрываем ее а и лок рот ставим 170 175 кадров так так и где-то на 70 добавим давайте педали так это у нас вот вот эта педаль вот эта педаль уходит вниз а и лок рот потом на 80 следующая следующая педаль уходит вниз а это поднимается а и лок рот смотрим что произошло вот теперь педали даже работают ну и где-то на 100 нажмем вот эту педаль а и лок рот и на 120 нажмем две педали а и лок рот пропишем 154 170 и все кадры пропишем чтобы все это дело мягко было давайте попробуем теперь персонажа джон наложить на эту анимацию пианино как это дело будет происходить так на первом кадре выбираем значит сначала косточки джо заходим в пост мод пианино нам кости не нужны будут потому что теперь мы в эту анимацию пианино будем вписывать именно джо так тройка на нам пади джи посадим его сразу так как то вот таким вот образом так теперь тройка на нам пади и попробуем вот это все дело джи подвести к педалям так джи как-то вот так наверное так дети педали отключим вид костей значит тут это вот ногу и педали а эту ногу так как то наверное можно опа-на что это мы тут за перекрутка получилось так эту ногу сюда а эту ногу вот так вот так надо запомнить чтобы здесь потом добавить именно косточки вот эти направляющие на колено чтобы колено следила вперед или настройку сделать как на руках через копию локейшн так теперь значит так семерка на нам пади перекручиваем кисти так R опять же R нужно подгадать первую позу выбираем перекручиваем как то вот так G подводим руку вот сюда теперь персонажа R наклоняем вперед так что тут за хрень произошла в edit mode зайдем и вот эти косточки перевяжем вот на эту кость control пики полсет так опять же возвращаемся в пост мод смотрим что опять тут происходит так это значит тройка на нам пади R перекручиваем персонажа G подгадываем руки что-то у меня с одеждой тут понеслась какая-то хрень так выбираем так выбираем вот эти верхние кости и как бы R наверное их вот так подзажмем эту кисть R выбираем G тоже вложим вот сюда C поближе выбираем тут тоже косточки и R пальцы так по B поджмем как-то вот так ну сбоку будет нормально смотреться какой-то палец возможно видно не будет но это можно в процессе потом будет подкорректировать пока раскидываем всю вот эту именно блокинг так что тут с рукой настроим еще косточку чуть-чуть поменьше так 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 ну и вот эту кость G поближе сюда так вот начала тут у меня походу ломать ее ну да на локтях артефакты какие-то стали вылазить это нехорошо так подправим зайдем в object mode выберем вот эту куртку и в модификаторах отключим привязку так тут еще и руки окажутся ломаются это жесть так значит ctrl z выбираем джо так 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 заходим выбираем кости заходим в post mode и посмотрим и посмотрим что тут вообще по настройкам во вот так уже будет чуть-чуть получше ну не факт надо с этим тоже работать так тянется у нас значит все равно куртка вот это свитер выбираем выбираем свитер давайте его все таки отключим и привяжем по новой выбираем свитер выбираем кости control пи with empty выбираем выбираем теперь просто свитер и заходим в дата трансфер вертик сгру до ядреный батон и тут вообще все попереломалась в доме обломовых так ладно это мы пока delete удалим потом новый закину и привяжу если получится конечно пусть галышом сидит так object post мод прописываем а и локрот и на десятом кадре на десятом кадре вот эти вот руки поднимаем g вот так и немножко наклоняем персонажа вперед вот вот он уже поднимает и на двадцатом кадре на двадцатом кадре выбираем руки г вот так так поближе теперь его вот так вот и голову r перекрутим вот таким вот образом г g вот так вот походу он далековато сидит надо его немножко g подтянуть подтянуть вот сюда вот таким вот образом так где это кость вот так как то а и локрот вот так что у нас происходит на тридцатом кадре смотрим так так значит здесь он уже выпрямляется шею шею чуть-чуть в бок вот так вот вниз и вот эти руки надо теперь по клавишам подгадывать так g так выбираем теперь палец и его надо поднять как вот такая штукенция получается r еще кисть переворачиваем g поднимаем как бы вот в такое положение и вот эту руку тройка на нампаде опускаем вот сюда получается эта рука еще готовится играть она вроде как в таком положении пусть побудет вот так а это уже нажимает клавишу прописано сначала а и блок рот вот а теперь давайте посмотрим на какую клавишу он должен нажимать так это вот это клавиша вот сюда вот сюда так что то в таком духе и 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 Так, в этой позиции тоже нужно всё это дело подправить. Ну и посмотрим, что получилось хотя бы в таком духе. Так, на сороковом кадре. Так, сороковой кадр. Вот эта рука должна немножко уйти вперёд и как бы бросить вот эту клавишу. Так, а вот эта рука уже должна... Так, Ctrl-Z. Вот эта рука должна R. И уже подойти где-то приблизительно вот сюда вот так. Потому что здесь он будет нажимать тоже сейчас. Вот так вот. Ну а этот палец к верху приподнять. Так, этот палец R. И, а, и LockRot. Ну вот какая-то движуха пошла. Так, сорок пятый кадр. Смотрим, что тут. Так. Продолжение следует... Перекручиваем кисть G, подводим вот сюда, кисть вот так, здесь теперь что-то вот так вот перекрутим. Так, эти пальцы теперь поднимаем. А вот этот палец должен вдавиться в клавишу. Так, R, O, и как раз он попадает. А здесь вот эта рука должна сюда перейти. Так, G. Вот так что-то. Ну и тело Джо немножко нужно перекрутить. Так, и вот этот локоть можно тоже поднять. Поднять и голову, как будто он смотрит семерка на нампаде. R в эту сторону и позвоночник R чуть-чуть вот так вот. А, и локоть. Так, смотрим 60-й теперь. Так, так, так. А ну-ка, 55-й наверное. Да, 55-й. Теперь эта рука уходит, R перекручивается и G вот на эту клавишу переходит. Так, и палец вот этот ставим на вот эту клавишу. Раз. Вот так вот. Так, так, так. Это вроде бы понятно. Чуть-чуть и этот палец подкрутим вот таким вот образом, чтобы помягче это все дело было. Так, а у меня теперь получается вот эти две клавиши нажать. Выбираем вот эту кисть опять. G. Получается R. Вот так вот перекрутим кисть. Угу. И получается у нас вот этот палец один надо поднять. Кверху вот так вот. Какой тут еще. Так, а этот палец. Так, и этот палец тогда. Так. так наверное лучше вот этот палец приподнять вот этот а мизинец просто подвести сюда вот так и пусть жмёт мизинцем так и вокруг пенс 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 оба на оба на панал так что тут еще получается и на этом кадре мизинец опускаем идет нажатие на клавишу и как бы протяг чуть-чуть сюда протяг идет и печи у нас с этой рукой так здесь тоже вроде все нормально ну и тоже чуть-чуть идет вот так вытяжка и немножко r перекрут так теперь семидесятый кадр опять же ловим так теперь надо наверное вот этот палец так семерка на нампаде перекрутим вот так вот руку вот таким вот образом и я хочу чтобы он теперь большим пальцем нажал вот эту клавишу так перекручиваем r вот так как то так вот здесь получается вот этот теперь палец должен нажать вот на эту клавишу вот так так а эти пальцы чуть-чуть развернуться должны так и кисть чуть-чуть повернуть вот так вот его крот чтобы все это не сбилось и теперь выбираем эту руку так и что у нас тут а эта рука у нас теперь уходит вот сюда получается перекручивается так вот палец подставляется вот на эту кнопку и и вот этот палец мизинец чуть-чуть выше ну что-то в таком духе а и блок рот тэнс 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 вроде играет ну и теперь смотрим где у нас тут что терминец и мерка на нампаде р перекручиваем руку перекручиваем нажимаем нажимаем G вот на эту клавишу вот так как то ага и вот эту руку левую перекручиваем вот так и G подставляем вот сюда и R и G вот так вот в R и G на кнопки так а вот этот палец вот так а мизинец приподнимем и Г вот так вот вОлк рот тэн 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 короче играют ну словом вот такой принцип все теперь я дальше буду доделывать и потом возможно рендер вам покажу покажу как вот это все дело потом исправить что это было вот с этими шмотками и короче рассмотрим косяки все всем пока до свидания